Слово к молитве в дни пандемии. Франц Тиссен. Мир вам, дорогие братья и сестры! Нашему вниманию послание к римлянам. Мы в очередной раз будем читать тринадцатую главу с одиннадцатого стиха. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дело тьмы и облегчемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью распусту, ни ссором и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение плоти не превращайте в похоти. Аминь. Мы говорили уже о том, что знать время – это посмотреть и увидеть, что нельзя спать. Состояние духовного сна – это греховное состояние. Наступил час, особое время. Вот-вот будет встреча со Христом. Господь своей большой любви к нам приглашает нас встать в Его свет. Он осветит все то, что Писание называет делом тьмы. Нужны решительные действия – отвергнуть дела тьмы. Что значит отвергнуть? Это решительно отказаться, исторгнуть из своей жизни и больше не соглашаться и не возвращаться к этому. Отвергнуть можно только то, что человек признает делом ненужным, опасным, греховным. Греховные поступки – это и есть дела тьмы. Мы призваны отвергнуть все то, что может свидетельствовать против нас в день, когда Господь придет за церковью. Мы читаем первое послание на 1 глава 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Заметим, что только кровь Христа очищает нас от греха. И только находясь во свете Его присутствия, мы видим, как ужасен грех. И тогда Дух Святой погружает человека в сознание вины перед Богом, и это производит сокрушение и искреннее покаяние. Господь говорит нам, «День приблизился. Время быть чистыми. Мы не хотим, чтобы день тот застал нас в грязной одежде. Враг хитер, он лжец. Он придет опять. Его цель – все снова разрушить и вернуть человека в ночь греха. Мы же хотим, чтобы, когда Господь придет за церковью, нас объявили верными. Как устоять?» Мы прочитали, «Отвергнем дела тьмы и обречемся в оружие света». Идет духовная война. Мы обречены, если не обречемся в броню света, во всеоружие Божие. Господь предлагает нам всеоружие Божие, чтобы можно было стать против козни дьявольских, противостоять в день злой и все преодолевши устоять. Мы читаем об этом послании к Ефесянам, 6 глава, с 14 по 18 стих. И там мы читаем, чтобы мы взяли, припоясали чресло истинною, что есть истина. Иисус сказал, «Я есть им истина». Евангелие от Иоанна, 14, 6, 17 главе, 17 стих Иисус сказал, «Слово Твое есть истина». Мы призваны облечься во Христа и облечься в Слово Божие. Истина удерживает от вольности и распущенности. Далее, облетитесь броню праведности. Праведность Христа – это наша броня, как против гнева Божьего за грехи, так и против стрел дьявола. И обувь ноги в готовность благовествовать мир. Обувь – это знак готовности отправиться в путь для свидетельства об Иисусе Христе. Некто сказал, «Это не танцевальные тапочки мира и не шлепанцы лентяя. Это обувь воина-христианина». И падше всего возьмите щит веры. Мы должны гасить раскаленные стрелы лукавого щитом веры. «Верою мы побеждаем все искушения». И шлем спасения возьмите. Это уверенность спасения. Сатана будет пытаться вергать нас в отчаяние через сомнения. Иисус говорит, «Верьте Мне». И далее, «И меч духовный, который есть Слово Божие». Слова Священного Писания – это то, чем Христос отразил искушение сатаны в пустыне. Помните Евангелие от Матфея, 4 глава. Иисус говорил, написано, «Живя по Писанию, мы побеждаем в битве. Всякою молитвой и упрошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых». Через молитву приходит сверхъестественное подкрепление. Помоги нам, Господь, быть людьми молитвы. И не только о себе, но и о всех святых. Время молитвы – 21.00.